Ваши бурные аплодисменты. Россия, Владивосток, Анатолий Берёза. Его соперник в красном углу. Представитель города Хабаровск Александр Носков. Не забывайте о том, что бойцам требуется ваша поддержка. Договорились? Всё. А мы продолжаем наш эфир. И сейчас, через несколько секунд, начнётся третий бой. Всего на десятом турнире по версии драка пройдёт шесть боёв. Заключительный бой будет титульный. Ну а сейчас встречаются спортсмены из Владивостока и Хабаровска. И вновь организаторы турнира свели между собой ударника и борца. Сейчас мы видим синий ринг, в котором Владивостокский спортсмен Анатолий Берёза в красном ринге Алексей Носков. Он проповедует борцовский стиль, верно? Да, Александр Носков. Александр Носков. Итак, спортсменов легко отличить. В синих, простите, в красных шортах Владивостокский спортсмен Анатолий Берёза в красных Александр Носков. Насколько я знаю, Дмитрий, спортсмен эти уже встречались недавно, верно? Да, они встречались в городе Хабаровске на фестивале единоборств. И в принципе тогда Анатолий Берёза одержал победу по решению судей. Ну, хотел бы поправить. То есть ребята представляют школу смешанных боевых искусств. По одному совмещению, что они выступают уже не один раз в таких мероприятиях, а доминирующая оказывается у них школа борьбы и школа гибкости. Вот сейчас мы видим, как Александр Носков, изначально представитель греко-римского стиля, перевёл бой в партер и пытается провести удушающий приём против Владивостокского спортсмена. Посмотрим. Да, захват довольно-таки плотный. Удастся ли ему это? Да, думаю, что всё, опять вернулось в стойку. Оба бойца опытные спортсмены. Практически по 30 лет обоим спортсменам. И очень активно начали они этот поединок. И сейчас очень видно разницу в школах, которые воспитали спортсменов. Боец из Владивостока в красных трусах активно пытается бить, а в чёрных пытается бороться и проводить приёмы. Росковый технику, ну, к сожалению, накрылся, как говорят, в борьбе и попал в нервовскую ситуацию. Вот как он сейчас выйдет из этого, посмотрим. Удалось. Да, удалось, неплохо. Но Александр подготовленный в плане борьбы. Я думаю, что всё-таки в партере Анатолию будет сложнее, гораздо сложнее. Сейчас буквально вцепился и прижался Владивостокский спортсмен к Хабаровскому, как раз для того, чтобы не дать провести против себя приём или удар. Ну, вот 30 секунд раздают возможность оппонентам отдышаться, и их опять возвращают в стойку. Приветствую друг друга спортсмены. Насколько я понимаю, все знакомые и достаточно часто друг с другом встречаются, верно? Да. Ребята очень уважительно относятся друг к другу. На самом деле, когда в быту они дружат, общаются и так далее. То есть ринг – это ринг. Сейчас мы видим демонстрацию того, как Александр перевёл в партер и пытается провести удушающий приём. Вот уже во время одного раунда уже вторая попытка Хабаровского спортсмена Александра Носкова провести удушающий приём. Ну, твое неудачно. Да, выполняет добивающие удары по голове. Всё-таки взял, захват плотный. Посмотрим, насколько сейчас Анатолий выстрелит. Вот буквально лёг главный арбитр этого боя на ринг. Да, третий секунд, к сожалению, не позволили довести до конца это действие. Ну, конец второго раунда. Я думаю, что этот раунд также можно признать равным. А нам, я надеюсь, сейчас покажут повторы самых интересных моментов первого раунда. Ну, а возможно, и не покажут. Всё зависит от нашего режиссёра и оператора повторов. Вот сейчас мы видим Владивостокского спортсмена Анатолия Берёзу. Получил несколько сильных ударов, возможно, даже рассечения. Или всё-таки просто синяк. Да, сильный удар пропустил он. Ну, к счастью, бровь не пострадала, рассечения у сильного нет. Видим, что Александр пытается провести борцовский приём. Но, к сожалению, у него это не совсем получилось. Ну, а сейчас, тем временем, второй раунд объявил ведущий боёв сегодняшнего вечера. Владос Дидонис и спортсмены готовятся вновь встретиться на ринге. Мы уже понимаем, что ждать от обоих спортсменов. И я думаю, что этот бой также завершится до окончания основного времени. Ну, будем рассчитывать всё-таки, что поединок пройдёт до конца. И мы увидим, в принципе, зрелищный бой. Ребята стараются, пытаются прииграть друг друга где-то, да? Александр Носков, он в чёрных трусах, несмотря на то, что проповедует изначальное, пришёл из греко-римской борьбы. Неплохой удар, но технику уже он успел наработать за годы в профессиональном спорте. Он постоянно развивается. Парень очень обучаемый. В принципе, у него есть желание, мотивация. И это радует. Мы видим, что оппоненты изучают друга, пытаются обманными движениями подготовить атаку. Ну, обычно второй раунд проходит в таком ритме, что соперники знают уже, изучили в процессе первого раунда. И пытаются что-то уже сделать. Вновь хабаровский спортсмен повалил Владивостокского визави на ринг. Но, мне кажется, ничего у него из этого не получится. Да, мы видим, что Анатолий тоже очень, довольно-таки крепко сопротивляется внизу. Не даёт работать. 80, напомню, весовая категория до 84 килограммов. Но, тем не менее, спортсмены достаточно легко поднимают друг друга. Да, парни крепкие. Здоровья на это хватает. Закончились треть секунд очередные. Ребята поднимают в стойку. И сейчас бой продолжится в стойке. Думаю, что сейчас Анатолий будет навязывать свою атаку. А вот именно в стойке. Да. Мне кажется, что сейчас спортсмены экономят уже силы, готовятся к третьему решающему раунду больше, чем пытаются выиграть во втором. Ну вот, Александр пропустил прямой в голову. И сейчас немножко потерял ориентацию. Да. Чем решил воспользоваться Анатолий. И провёл контур в серию. Опять попадает прямой в голову. Но почему-то не развивает атаку. Вот Александр пытается провести борцовский приём. Проходят ноги. Ну, у него это получается довольно-таки неплохо. Анатолий пытается удержать. Не даёт работать Александру. Хорошо переводит. Хорошо. Работа в партере поставлена. И даже умудряется ещё и перевести вниз. Ну, а тем временем завершился второй раунд третьего поединка на 10-м международном турнире по версии драка, который проходит в Благовещенске в общественно-культурном центре. Минуту длится перерыв, после которого мы увидим решающие моменты этой схватки, которая происходит между Владивостокским спортсменом Анатолием Берёзой и Александром Носковым из Хабаровска. И если в первом раунде мы говорили о равной борьбе, то, впрочем, во втором она также была достаточно равной. Во втором раунде спортсмены берегли силы. А вот сейчас разминают мышцы у хабаровского спортсмена. И третий раунд станет решающим. Да, я думаю, что мы увидим сейчас как раз все, что могут продемонстрировать на бойцах и логическое завершение. Но вот если бы вы сейчас были рефери и находились у края ринга, кому бы вы отдали предпочтение? Ну, однозначно по картинке видно, что Анатолий лучше в стойке работает и проводит хорошие комбинации, контр-серии. То есть, если брать по бальной системе, то, мне кажется, он ведет в этом поединке. Но тем временем хабаровский спортсмен вновь проходит в ноги и вновь ему это удается. Да, перевел в партер и сейчас будет пытаться выполнить либо удушение, либо будет пытаться добить, что он сейчас, в принципе, исполняет. Напомню, что второй бой предыдущий между благовещенцем Василием Гирько и Николаем Половником из Хабаровска завершился как раз удушающим приемом хабаровского спортсмена. Вот Александр пытается сейчас закончить бой в партере, добивая своего соперника. Не знаю, насколько удастся, но, по крайней мере, 30 секунд не позволили ему это выполнить. Но локтем бить нельзя, поэтому... Да, локтем запрещено бить как в стойке, так и в партере. Сейчас у Владивостокского спортсмена, он в красных шортах. Вот, возможно, одна из последних возможностей спасти этот бой. Получил, я вижу, травму, то есть сечка, видимо, уже становится больше. Да, есть небольшое рассечение. У Владивостокского спортсмена и вот сейчас... Зал, давай поддержку, как всегда, погромче. Александр снова получает встречный прямой рукой. Молодец не стоит на месте, не застаивается, пытается передвигаться. Обманными движениями, попытается, я так думаю, пройти сейчас опять в ближний бой и перевести Анатолия в партер. Ну, посмотрим, насколько это у него получится. Очень крепкая голова, мне кажется, у Александра Носкова из Хабаровска. Сколько уже сильных ударов пропустил? К сожалению, вот, Анатолий ударил запрещенный, нанес запрещенный удар в пах. Сейчас будет дана возможность Александру восстановиться. По правилам, хочу напомнить, такие удары запрещены. Запрещены также добивание лежачего по голове ногами и удары локтями. Достаточно быстро Хабаровский спортсмен восстановился и продолжен бой. Напомню, это третий решающий раунд третьего боя. Встречаются Владивостокские и Хабаровские спортсмены. Ну и пока мы отдаем предпочтение Хабаровскому спортсмену. И вновь он прошел в ноги. Оказывается, Анатолий повержен, да, внизу. Но при этом все равно не дает полностью работать Александру. Александр пытается выйти из захвата. Ну и я думаю, что третий секунд, в принципе, не позволит ему до конца травить себя. Ну, по крайней мере, они стараются. То есть достаточно чувствительные удары в область печени. Конечно. Треть секунд. Закончились. Спортсменов снова поднимают в стойку. И они продолжат бой. Залп, поддержку можно? Так мало времени осталось. Значит, сейчас будет концовка, где Александр начал собирать все удары. В принципе, вот бой закончился. Операторы сейчас нам показали крупно Владивостокского спортсмена. Хотя по нашей с вами оценке, ну, мы не судьи, конечно, но все-таки преимущество у Хабаровского. Какого спортсмена и его борцовской техники? Преимущество в подсчете оценок дается именно бросковой технике и сколько за раунд спортсмен смог проделать именно бросков. Вся ударная техника оценивается в один балл. А, кстати, вот очень напоминает Федора Емельяненко, хабаровский спортсмен внешне. Ну, физиология стреляния тела и удар. Дамы и господа, единогласным решением судей победу в этом бою одержал Александр Носков, город Хабаровск. Для награждения бойцов на сцену приглашается Сергей Хамазюк под ваши бурные аплодисменты. 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 Прикрождаются Анатолия Береза, город Владивосток. И за победу в этом бою, сложноватом на мой взгляд, награждается Александр Носков Александр Носков получил заслуженную награду А сейчас, как подсказывает мне режиссер трансляции, мы увидим повторы Да, действительно, мы увидим, как Александр Носков демонстрирует свою борцовскую технику Да, в принципе, у Александра очень зрелищные были броски, добивания в партеле И видим, что Александр в этом случае доминировал Ну а сейчас мы прервемся на рекламу